у меня два инструмента один инструмент шидмайер эта фирма которая перестала существовать вот он перестала существовать после первой мировой войны сейчас этот бренд купила какая-то японская фирма и выпускает рояле под именем шидмайер вот это рояль такой хороший друг работник который выдерживает огромные нагрузки а второй рояль рояль фирмы стайн вей ему 103 года он сделано в 1912 году а нашел я его в пермской губернии в каком-то захолустье его по всей видимости после войны привез какой-то офицер из германии он там стоял на нем никто не играл и у меня местный настройщик познакомил это я приехал москву ко мне и уже очень много лет служит мне доброй славой да я люблю быстро играть на рояле и быстро ездить на машине любой быстрый темп должен быть артикулированный член разделен вы должны слышать каждую ноту в отдельности вы знаете когда-то когда старую эпоху железные дороги двигались не очень быстро то около железного полотна были выложены такими белые камушки когда поезд ускорялся эти белые камушки превращались в одну линию и вы уже не могли различить эти камушек и вот когда-то мне мой профессор лев николаевич аборин сказал что вот и должен играть так чтобы эти камушки были все время видны по отдельности то же самое каждая нотка должна быть видна по отдельности тогда вы чувствуете вот эту скорость дмитрий дмитриевич шостаковичу бросили упрек когда узнали что он пишет концерты фортепиано с оркестром и все решили что это будет в стиле к первого концерта чайковского нечто такое эпическое большое а вдруг вышла труба села рядом с фортепиано и начался такой канканчик немножечко с одесскими песенками такая я бы сказал саркастическая и немножко издевательская музыка издевательская пожалуй над всем и вот здесь с такой играет каденцию в невероятно быстром темпе правда сейчас есть пианисты которые играют еще скорее но уж такое все все ясно слышно а те кто играет еще скорее превращает эту музыку в кашу я был очень близко знаком с методами с тем шостаковичем и это моя судьба это мое счастье я помню первое исполнение десятой симфонии шостаковича в москве это было потрясающе это было необычайно сильно может быть в моей жизни было самое сильное впечатление что я был еще юный и совершенно так сказать пустой в голове и вот это восприятие этой музыки она столько меня потрясла своим трагизмом и вот наступил 57 год а тогда подходил по времени фестиваль современной музыки в праге пражская весна который планировалась большая советская делегация давид федорович ойстрах зарада луханова евгений санч мравинский и в том числе и милигорь и гиллиц но гиллиц заболел и мне предложили поехать составе этих метров и вдруг я узнал что дмитрий дмитриевич пишет новый фортепианный концерт для своего сына максима который кончал центральную музыкальную школу в тот год а я уже был на третьем курсе консерватории я уже не помню каким образом но через каких-то знакомых и через знакомых знакомых ведь и дмитриевичу сказали что вот один молодой пианист хочет сыграть ваш концерт в праге и как ни странно вот этот человек потрясающий добротыри он согласился он сказал я только ставлю одно условие максим будет первым исполнителем но это справедливо вот и максим играл этот концерт 10 мая пятьдесят седьмого года в москве а я играл этот концерт 24 мая этого же года в праге вот причем дмитрий дмитриевич поехал на этот фестиваль и был на этом концерте это был мой звездный час потому что во первых этот концерт очень молодой очень свежий он не такой уж трудный я должен сказать что я выучил его за неделю он все время гривен и замечательный трех сразу прекрасно играть но вот здесь пожалуйста очень щадина во время этого пражского яра или пражеской весны было очень много всяких встреч в частности мы с ним вместе ходили на оперу странинского похождения повесы и тогда странинский был запрещен советском союзе просто никто не знал что это такое вот и даже ничего запрещалось его произведения смотреть тогда никто не играл тогда петрушку хотя бы говоря я со свойственным не любопытством спросил дмитрий дмитриевич ну как вам эта музыка да вот как очень нравится очень много раз вот ну он понимал конечно что экстравинский гений впоследствии я встречался с таковичем еще много раз но в частности я играл я помню опять же это второй концерт на в уфе на каком-то смотре советских композиторов посвященным шостаковичу и дмитрий дмитриевич тоже поехал и мы даже вместе с ним летели в самолете он боялся летать он сидел в окошке кусал ногти и нервно смотрел вниз тогда он только что женился на ирине антони это был 67 год но ей было лет 35 она сидела посредине шостаковича она и потом я она изучала правила уличного движения готовилась водить машину вот очень спокойно а дмитрий дмитриевич боялся но потом был очень хороший концерт и он не опять хвалил а уже когда он совсем был больной и у него была ломка костей я помню что я вошел в большой зал консерватории значит между шестым и пятым рядом партера и увидел сидящего шостаковича на какой-то концерт и вот вы представляете вот молодой человек и дмитрий дмитрий больной встал чтобы пожать мне руку было это спустя восемь лет после того как мы с ним встретились на концерте в уфе вот это показатель интеллигентности человека вот здесь я совершенно не похож на того кем я сейчас стал к сожалению время и годы играют свою роль но в этом смысле мне сейчас так сказать немножко неудобно об этом говорить я сразу вспомнил заменитую шутку про россии не который был очень знаменит при жизни и когда ему благодарные соотечественники хотели поставить памятник и он узнал сколько это стоит он сказал давайте я учу буду стоять сам а в не отдайте деньги я еще очень хотел бы отметить в эту вот эту скульптуру которая стоит немножечко здесь внутри портрет марии венеминной юдиной подлинник этой скульптуры стоит третяковской галереи она была необычайно мощной пианисткой она очень часто выступала в малом зале консерватории и вот вот ее такая полная большая фигура в рясе она запоминалась как статуя какая-то да она была всю жизнь борец за правду вот я помню ее один концерт она выступала вместе с галей писаренко и и барея имена юдина вышла и не с очень хорошей дикции сказала сегодня в иной мир ушла анна андреевна ахматова поэтому мы споем романсы прокофьева на слова ахматовой и весь зал как-то очень прочувствовался я помню как году 63 когда хрущев устроил бойню с выставкой художников современного искусства назвал их нехорошим словом и после этого выступил по моему один из членов правительства с осуждением этого его искусства юзина выступая в это время в хабаровске перед концертом сказала я хотела сказать несколько слов о советских художниках но так как товарищ ильичов вчера сказал совершенно противоположное то я говорить не буду благодарные хабаровщане тут же написали на нее донос вот так она говорят что во времена так сказать репрессии она всегда ходила с котомочкой в расчете на то что ее завтра арестуют жизнь развивалась в 1963 году ко мне пришел молодой человек из организации которая называлась комитет государственной безопасности и очень тактично и деликатно предложила мне сотрудничать я спросил вы хотите чтобы я стал шпионом они сказали ну что вы нет нет конечно нет вы будете передавать какие-то письма ведь все таки люди искусства меньше всего в подозрениях ну какое-то письмо когда-нибудь так далее но я очень быстро сообразил что это ведет меня к предательству моих собственных идеалов в жизни я не могу доносить на своих друзей я не могу доносить даже на своих врагов поэтому я на это предложение ответил я должен подумать и на следующее утро я позвонил и сказал что понимаете я человек эмоциональный я человек искусства я очень быстро возбуждаюсь и боюсь что исполняя ваше поручение я могу по свойствам своего характера сделать какой-то неверный шаг поэтому я не могу принять ваше предложение как я и ожидал все мои гастроли немедленно полетели в бездну и 12 лет я никуда не ездил ну так как я не был связан с тем что я что-то сказал политически неверное или на меня написали какой-то донос может быть на меня и писали доносы но я никогда ничего против советского государства не говорил я дам сказать никогда поэтому по как ни странно мне разрешили ездить в страны народной демократии и вот эти 12 лет я в польшу болгарию и в другие страны посещал но запад был закрыт причем самое печальное в том что как раз незадолго до этой беседы я гастролировал в японии первый раз своей жизни я дал 16 концертов с огромным успехом и меня пригласили в штаты вот и уже госконцерт даже так сказать разрабатывал какой-то контракт вот ну конечно этот контракт полетел сказали что я болен или что-то в этом духе конечно вся эта история с моим отказом сотрудничество гб закрыв меня запад на 12 лет очень серьезно повлияло на мою концертную деятельность потому что когда я выехал впервые в 75 году в англию я был совершенно неизвестным музыкантом и члены жюри в конкурсе лице подозревали в том что я не умею играть на рояле а приехал то сказать по предложению министерства культуры и только когда после первого тура конкурса все члены жюри спустились на эстраду где проходил конкурс и я сел за рояль и попробовал второй этюд шопена один из труднейших этюдов который у меня неплохо получался в то время отношение ко мне сразу изменилось и не более что я умею играть на рояль вот а пластинок у меня тогда за рубежом никаких не было я помню я привез один экземпляр такого пакетика как в советском союзе очень неэстетично издавали пластинки но неправда дешево стоили это было преимущество вот и там было написано шопен все полонезы воскресенские я показал эту пластинку о это очень интересно мы поставим это на выставку я влюну пожалуйста это у меня единственный экземпляр вот и когда я увидел на выставке там были какие-то другие материалы и была моя пластинка где на ней было написано not for sale не для продажи но так сказать она стояла поэтому я никто не слушал но во всяком случае она так сказать удостоверяла что я записал все полонезы шопена на конкурсе в лице на финал прошел дмитрий алексеев успех алексеева был блестящим замечательным и знаменитый импресарио виктор хокхаузер пригласил его сыграть через день или через два дня с лондонским оркестром третий концерт прокофьева каково же было наше удивление когда вся делегация приехал в лондон была сразу же вызвана в советское посольство и временные поверенные в делах устроил нам дикий скандал сказав что мы не имели права принимать приглашение хокхаузера потому что хокхаузер враг советского союза он сейчас устраивает концерт растроповичу который в то время уехал из советского союза время был выслан можно сказать вот и естественно не очень хвалил коммунистическую систему в советском союзе я честно говоря будучи вообще первый раз в капиталистической стране так сказать признаюсь трусил потому что я не знал что мне отвечать и на вопрос кто глава делегации я был и начал подниматься со стула но в это время молодая переводница сказала я вот и весь скандал вы вылился на ее голову я так сказать оказался в стороне в конце концов было принято решение что алексеев примет приглашение и сыграет концерт но бесплатно то есть не примет денег от буржуазного импресарио вот такие дела бывали в советском союзе говорите об отъездах людей за границу мне очень трудно потому что в тот момент когда появилась вот эта возможность в основном евреям выехать из советского союза и началась такая довольно большая компания очень многие мои друзья уехали и я очень переживал за них потому что совершенно неизвестно было как сложится их жизнь дальше я вообще считал всю жизнь что человек должен быть свободным и иметь право выбирать где он хочет жить и где он хоть куда он хочет ездить и эта свобода которую нам даровала революция 91-го года до сих пор для меня является самым ценным приобретением того времени у меня возникали некоторые мысли по поводу того что моя бы карьера на западе как примеру вошкиназе могла бы сложиться гораздо успешнее чем она сложилась в советском союзе и я думал об этом конечно но у меня слишком много родных могил в россии я их не покинул поэтому я воспользовался этими годами для того чтобы расширить свой репертуар потом я начал все больше концертировать я был в самых разнообразных точках иногда в самых захолустных я очень любили музыку и это очень большое счастье играть в каком-нибудь маленьком селении где огромное количество меломанов у меня были гастроли в магадане мне потрясло когда едешь из аэропорта по тундре огромная вывеска магадан основан в 1937 году вот я приехал был жуткий мороз где-то порядка 38-40 градусов мороза а гастроли были запланированы 500 километров выше к северу в каком-то я даже не знаю в каком то ли городе то ли месте вот где было 50 градусов мороза поэтому самолеты не могли взлететь замерзала масло в моторах поэтому концерты отменились и я в этот самый далекий пункт не попал вот но по деньги получил потому что в советское время тоже был такой знаменитый прием который назывался день печати когда вы приезжали в какой-то город где филармония не хотел организовывать ваши концерты а вот в это время организовывала концерт и предположим алла борисовна пугачёвой и весь бюджет пополнялся сразу за счет всех посетителей поэтому на них будет же в бюджет был достаточно полон они говорили вы приехали вы привезли документы покажите пожалуйста я показывал документы они вынимали из кармана печать ставили печати говорить спасибо большое вот он билет следующий город такие моменты бывали но к счастью очень редко но это известно среди музыкантов гастролирующих в то время когда я играл концерт в воронеже тогда в 70-х годах было очень модно устраивать танцы молодежи в общем ничего плохого в этом нет но иногда это устраивали после сольных концертов классической музыки и на сольные концерты классической музыки приходило не очень много народу а вот на танцы битком набитый был зал вот и я приехал не знаю ничего об этих танцах воронеж и и играл на свой стольный концерт причем в зале было довольно много народу я должен сказать и к был большой очень успех я начал играть без и которые заготовил заранее сыграв первый без с большим успехом я вышел за кулисы и встретился с каким-то невысокого роста человеком который мне сказал кончайте концерт у нас мероприятие я взорвался я человек темпераменты то есть какое мероприятие если у меня концерт сольный нет у нас мероприятие да я вы знаете я не знал что это директор филармонии а не было с ним знаком я сказал знаете это мой концерт и я буду играть столько бестов сколько я хочу пошел и играл но я конечно был в бешенстве я буйствовал я ли ехал в поезде домой я думаю я пойду напишу письмо на т т т т т т т приехал начал работать опять десятые два-три дня и я как-то успокоился прошло время две недели вдруг мне звонит гильдс будет миша вы играли в воронеже я говорю да вас там обругали я ряда он меня тоже оказывается этот глупый директор посмел то же самое что он сказал мне сказать великому гильдсу гильдс говорит я после этого пошел посмотреть на это мероприятие но это же был таскать явное подражание зарубежной действительности это была пропаганда западного образа жизни гильдс умел повернуть в нужном направлении ведь миша пошли к министру и мы пошли к министру министр сказал разберемся но все осталось также 8 может быть он получил вы какой-нибудь выговор директор но он остался на своем месте говорят что он был хорошим директором же хорошим финансистом хорошо умел собирать деньги а вы хотите снять а я тогда поиграю да не получилось спасибо нельзя играть в разных темпах полонезе полонезе это шествие это не танец тарабарабарабам пампера ну что это за раздумья что это задумка в чешском стиле рам так это когда гадам пампера да потому кто 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 там а ларим тарадара дара дам тарадара дара это самый главный фортепианный класс 45 класс московской консерватории расположен на четвертом этаже в этом классе преподавал константин николаевич игумнов 49 лет говорят что когда-то тогда не было диванов а стояла деревянная скамья и когда ученики играли скучно игумнов ложился на нее и будто бы засыпал но вовремя комментировал игру учеников сначала студент класса игумного а с 1935 года профессор московской консерватории лев николаевич оборин воспитал плеяду замечательных музыкантов в этом же классе 1953 году я впервые встретился с львом николаевичем оборином которому показал меня мой учитель из училища илья романович кличко и вот я помню за вторым роялем сидела борин и совершенно потрясающе показал четыре последних а горда и бемоль минорного музыкального момента рахманинова а сейчас я и педагоги вот моей кафедры которую я в общем у нас следовал через оборина малинина и власенко я сейчас занимаюсь и в нем занимаются мои коллеги многие педагоги и профессора московской консерватории труд концертирующего пианиста необычайно тяжел вообще существует мнение что пианист в течение своего сольного концерта теряет энергии столько же сколько каменщик в течение месяца работы на стройке и конечно давать концерты в течение там нескольких дней почти подряд плюс садиться в поезд переезжать неизвестно каких условиях неизвестно в каких гостиницах это жизнь нелегкая а мы путешествовали по советскому союзу каких-то захолустных местах где вдруг есть музыкальная школа и какой-то страшно активный директор и вот он хочет чтобы к нему приезжали он организует вы приезжаете битком набитый зал где-то маленьком городке в сибири вот и все страшно рады рояль конечно не очень хороший но нужно я всегда вспоминаю слова антона рубинштейна нет плохих рояль и есть плохие пианисты на любом рояле можно что-то показать ну конечно бывали и ультра случай когда я приезжаю на концерт а нет педалей я говорю простите как же я буду играть так вот они в углу стоят там они отвалились пришлось значит принести эти педали так как они отвалились они могли быть привязаны к роялю подложить туда два кирпича вот таким образом педали заработали концерт состоялся для меня двор московской консерватории это конечно дом но в то же время это место где происходили наиболее сильные впечатления в моей жизни я помню первый концерт на котором я был в большом зале консерватории и это было когда мне было 13 лет я первый раз приехал в москву вот я сидел в этом шестом ряду большого зала первого театра и мы с мамой слушали концерт не на львовный дарляк вместе святославом рихтером можете представить впечатление мальчика который собирается быть артистом когда он попадает в такую атмосферу это не забывается у меня в моей жизни были большие проблемы за границей в связи с тем что у меня фамилия очень длинная она состоит из 13 букв в этом смысле я считаю что число 13 для меня счастливая фамилия воскресенский по-английски очень трудно произносится у вас в кровать 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 сенски невозможно произнести по-японски она звучит еще хуже потому что в японском языке только дифтонги а согласных нет поэтому она звучит так басу кури сену суки сан вот я сказал ну зовите меня просто суки сан искали это у нас возлюбленный называется по-японски так что я тоже его излюбленным вот но фамилия это очень распространенная в советском союзе и в россии и на украине начиная с моего прадеда по отцовской линии воскресенск все уходящие вглубь родственники были священниками моя мама тоже из духовной фамилии ее фамилия была смирнова и мой дедушка которого я очень хорошо помню был священником вот это семейный альбом не как всякая российская семья судьба ее чрезвычайно трагична вот это вот моя мама в возрасте 17 лет а вот это моя бабушка варвара владимировна смирнова жена священника вячеслава григорьевича вот он перед вами в более преклонном возрасте для меня это был пример подражания мудрости спокойствия и какого-то очень доброго отношения к жизни несмотря на страшные трагедии его судьбы и вот здесь на этой фотографии почти вся его семья моего деда было четыре сына и две дочери старшая дочь была моей матерью и вот все четыре сына можно сказать были съедены революции потому что два первых сына 20-летние молодые люди были белыми офицерами и погибли во время гражданской войны причем один из них страшно погиб потому что когда большевики пришли в севастополь они приказали всех офицеров собраться каком-то храме заперли двери и подожгли и он заживо сгорел вот поэтому третий сын моего деда взял свои пожитки и сказал до свидания и уехал в америку причем договорились что не будут никаких контактов чтобы не каким-то образом не повредить семье оставшиеся здесь я об этом узнал только очень поздно уже когда было поздно даже на пытаться наладить какие-то контакты потому что в семье это было табу и никто никогда об этом не разговаривал а четвертый сын погиб от туберкулеза тоже очень рано но вы можете себе представить отца который потерял четырех сыновей и как было ему страшно и как он жил в это время вот он жил бердянске городе и меня еще крестил церковь эту разрушили и там сейчас стадион я вместо знаю естественно что во времена гонений и репрессий 30-х годов мой дедушка принял решение не служить хотя это тогда еще разрешалось вот он вроде как вышел на пенсию для того чтобы спасти свою семью а я родился в бердянске потому что моя мама ехала из москвы окончив третий курс училища севастополь но решила по дороге задержаться в бердянске потому что по всей нити уже подходило время и через три месяца после того как я родился мы благополучно переехали в город севастополь симпатичный молодой человек был а вот это вот балюстрада которая открывала вид на весь город севастополь вот это вот знаменитый собор города севастополя в котором настоятелем был мой прадед протеерей владимир баженов когда царь николай второй приезжал в крым 1902 году то как раз вот настоятелем было как отец владимир был и среди тех кто принимали его императорское величество николая второго посмотрите вот мои молодые родители еще до моего рождения вот это очень красивые фотографии я их очень люблю была очень дружная семья было очень много друзей вот а это вот игра в крикет он мы по-моему называли так крупе а вот это вот маскарад вот это интересные фотографии конечно которые остались же только наверное в моей памяти но наступила война и немцы пытались заминировать залив и спускали торпеды на парашютах в этот залив одна из торпед взорвалась на приморском бульваре и это было два часа ночи 22 июня 41 года еще война не началась она началась через два часа только конечно это был ужасный взрыв даже я говорят проснулся хотя бы не было не так уж много лет и моя семья решила что нам нужно срочно уезжать и решили уезжать бердянск с дедушки с бабушкой отец мой был биохимик он был старшим научным сотрудником института физических методов лечения имени сеченова он оставался там работать потом он ушел в армию и погиб на фронте в сорок третьем году под мелитополем мой сын и так давно разыскал братскую вагилу моего отца и он привез мне даже фотографию этого могильного камня на котором была высечена фамилия моего отца мы значит остались в бердянске пережили оккупацию что тоже было не сахар а когда немцы уходили через два года после оккупации у них была тогда тактика выжженной земли то есть нужно было все сжечь что находилось раньше в их овладении мы с мамой скрывались в задних дворах там были такие кусты там вообще было очень страшно и вот здесь нас спас мой дедушка это вот те ворота в которые вошли немцы для того чтобы сжечь этот дом этот дом уже горел слева а дедушка наш надел на перстный крест священника надел рясу которая у него лежала вот вышел и сказал что вот у него маленькие дети здесь внуки никого больше нет взрослых предполагают что не должно выйти с немцами вот и трое из немцев которые так сказать приехали вот это зажигать этот дом двое были за то чтобы не сжечь от рота от рите настаивал так как это приказ и так далее но и в конце концов дед их уговорил и вот наш дом бердянский остался один из немногих во всем городе который был весь сожжен это мама нашла пианино и это пианино потому что она же сама тоже играла она была пианисткой и это пианино стояла у нас в течение всей вот оккупации его там я уже начал серьезно заниматься играми на рояле я начал заниматься в четыре года когда моя мама мне показал ноты а где-то вот всем 8 лет я уже начал серьезно заниматься меня заставляли играть упражнения на рояле чтобы вас мягкая свободная кисть и так далее мне не очень нравилось и я не очень много занимался но говорят довольно быстро успевал но уже потом после оккупации лет в девять в десять мама мне говорила что если ты будешь заниматься по три часа в день я тебя подарю велосипед мне очень хотелось иметь велосипед но я его не получил я не смог заниматься я кончу музыкальную школу в городе бердянске и тут мама поняла что дальше делать нечего и она меня бросила в москву бросил одного и когда я приехал в москву и уже устроился мой покойный и замечательный педагог илья романович кличко которого я боготворю как-то мне сказал так у тебя же плохая техника и вот тогда я начал заниматься по-настоящему и не только ванцари даже слишком я играл иногда по 12 часов в день это чудовищно это очень утомительно и совершенно ненужно я хочу заявить это с полной ответственностью достаточно 6 часов но с работой мозгов с работой головы чтобы вы знали что вы делаете для чего вы играете если вы играете упражнения что вы улучшаете что вы запоминаете вот а если вы просто это сказать механические играете это никому не надо вспомнил цитату которая была сказана стравинским артуру рубинштейну стравинский сказал вот вы исполнители становитесь миллионерами исполняя музыку голодающих шуберта и моцарта безумного шумана чахоточного шопена и глухого бетховена на что артур бенштейн сказал да мы отчасти вампиры питающиеся кровью этих великих композиторов наше творчество это наш хлеб мы играем концерты и этому деньги вы должны жить но я должен сказать что не это главное просто моя жизнь заключается в том что я не могу не играть на рояле я не могу без публики вот проходит лето когда я предположим не гастролирую и осенью я испытываю какой-то голод сцены если можно так выразиться мне хочется на сцену в чем симптоматично что сестра моего деда мария григорьевна смирнова была актрисы актрисы театра драматической которая ушла из дома так сказать конечно все родители были против ее профессии пришли тогда не поощрялась и стала актрисой и в том числе выступала со знаменитым трагиком остужевым который был немножко глухой но потрясающим обладал голосом когда-то она с ним играла от тела шекспира и он конечно весь обмазанный черным мавр так сказать в сцене удушения десдемоны фателло произносил свой монолог так страстно что у него появилась пена на губах и она говорит я испугался я испугалась чтобы я по-настоящему и еще и еще такой будь в смерти я убью тебя и буду вновь любить и он значит гневно пылая огня глазами вдруг спокойно вернулся и сказал не бойся девочка а потом продолжал высказывать свой монолог вот вам перевоплощение артиста а потом тарабыли бри 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 в конце понимаешь мы ясно слышали крещендо и артикуляционный ясно снять вот и царство на молодец спасибо очень хорошо но все-таки гамма еще не отделана а скука это самая плохая вещь в искусстве вот я помню я слушал репетицию артуру рубинштейна яша хейфиц и григорий пятигорский все американцы нет наоборот американцы настоящим и вот они играют рыгают очень увлекательно очень здорово то время блин стоит рубинштейн бросает играть и говорит на чистейшего русском языке это же скучно господа это было в эпоху советского союза для нас слов господа уже было новым словом сказал это на очень хорошем русском языке этих трех американцев меня вообще потрясло самое главное что не замечательно играли но ему показалось что это скучно когда приехал артур рубинштейн у него были замечательные концерты в москве я помню эту стройную строгую фигуру подтянутую бодро идущую по огромной сцене большого зал консерватории ему в то время было 77 лет и он вышел и начал карнавал шумана который из двух аккордов называется подбросив свое тело вверх для большей силы звука вот и когда он мои ученики играют сверху руками и бьют по клавиатуре я говорю вспомните как это делал артур бежлян он использовал силу всего всего туловища вот а потом я был на его репетиции даже не потом а до этого я был на репетиции он вышел долго выбирал рояль по моему было несколько ряда 2 но долго выбирал так играл какие-то пассажи прелюдирование что-то такое потом выбрал сказал вот этот рояль и сыграл глиссандо терциями это чрезвычайно трудно на этом рояле туда и обратно это пассаж из альборады равеля которого должен был играть в свое свое в своей программе так вот сыграл шикарно и ушел русская школа это конечно огромная река и конечно американская фортепианная школа это в общем та же русская школа потому что до приезда туда и рахманинова и разины бете левиной и самого иосифа левина и иосифа хоффмана ученика антона рубинштейна и всех других американская школа практически не существовал с другой стороны россии и в петербурге и в москве были какие-то свои отличия но петербургская школа дала нам шостаковича сафраницкого и удину это люди учившиеся петербурге учились они у леонида владимировича николаева замечательного педагога который между прочим все концерты аккомпанировал своим ученикам на память сейчас искать не все педагоги даже по нотам играют прилично московская школа это конечно было два больших течения гальденвейзера и игумного гальденвейзер сам был хорошим пианистом хорошим музыкантом но не был хорошим композитором хотя сочинял музыку но ему жутко не везло с его музыкой он долго старался что поставили его оперу по пушкину пир во время чумы и в конце концов решили поставить эту оперу и назначили премьеру на 9 мая 45 года но естественно что когда был день победы опера не состоялась таким названием вот так что альсан борисович как-то так как композитор не остался в истории но он остался как великий педагог конечно школа альсан борисовича она была немножечко более сухой более так сказать профессионально отточенной более формообразующий школы игумного больше тяготела к чайковскому к звукоизвлечению всегда говорили что ученики игумного у них безумно красиво поет рояль и это надо послушать самого игумного когда-то мне японская фирма поручила записать времена года чайковского я переслушал все исполнения какие можно было достать лучше всех играет игумнов лучше всех они немножко пикировали с альсан борисовичем глинвейзером были такие ну немножечко так естественно какая-то может быть ревность внутри у этого и у другого были хорошие ученики но в то время это было совершенно интересно что когда появился настоящий талант все снимали шляпу вот и никаких противоборств не было сейчас когда появляется талант ученику какого-то педагога другие пришли год ну можем но он совсем не стоит ничего про игумного я хочу рассказать одну историю игумнов включил радио и говорит кому-то представляете сегодня включил радио и кто-то плохо играет баркарова рахманинова я конечно подумал что это александр борис глинвейзер но представляете мое удивление когда сказали что это я вот он человек который совершенно спокойно рассказывает про свои неудачи по-моему это прекрасно все почти туда я и уже не играл после концерта 10 дней конечно наши ученики неудачи по-моему и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Вот я хочу сказать, вернее повторить это, я бы долго раз говорил. Этот полонез, это выражение польского духа, польска низгина, это известное выражение, по-польски Польша не исчезнет. Вот это националистическое сечение, оно должно быть призывным, оно должно выражать силу духа Польши. Фа-ми-мей! Тараф-тара-дара-дам! Тара-дара-дара-дара-дара-дам! Драм-драм-драм-драм-драм! Мой первый настоящий концерт состоялся летом 55-го года в Варшавской филармонии. Был Международный фестиваль молодежи и студентов. Это был мой первый выезд за рубеж. Меня избрали членом концертной делегации на этот фестиваль. Ну, я начал готовить какие-то сольные выступления, состоящие из мелких пьес. И вдруг оказалось, что едет еще молодежная группа оркестра Большого театра с Евгением Федоровичем Светлановым. Мне предложили сыграть второй концерт Шопена, который я, кстати, готовил на конкурс Шопена. Я еще очень благодарен этому Варшавскому фестивалю, что он меня научил серьезно относиться к иностранным языкам. Когда я встретился с какой-то делегацией, оказалось, что это делегация не то из Ирландии, не то из Шотландии, я кинулся к ним и с большой радостью сказал Hello, how do you do? После этого они стали очень быстро говорить на каком-то мне непонятном языке. Откуда я понял, что я ничего не знаю? После этого я очень серьезно нанялся английским языком. И, конечно, сейчас я уже могу понять, что они говорят. Вот. А мое выступление в Варшаве было очень приятным, хотя были очень тяжелые условия, потому что советская делегация состояла, по-моему, из четырехсот человек. Нас поселили далеко от центра, в 14 километрах от столицы. Мы там ездили на автобусах, соответственно. Я почти не занимался перед концертом. Потом мой педагог сказал, а настоящий пианист должен уметь, и не занимаясь, играть хорошо. Я приехал в Москву. Это был 48-й год 20-го века. Очень такое, я бы сказал, голодное время, тяжелое время. Приятила меня у себя Мария Григорьевна Смирнова, родная сестра моего дедушки и тети моей мамы. А жила она в коммунальной квартире на Третьей Мещанской. Так как спать было негде, то вынимались чемоданы, и расстелалась постель на этих чемоданах. Ну, после года такого существования все поняли, что это дальше невозможно. И тетя Маня нашла свою сослуживицу, Марию Ивановну Суровягину, замечательную женщину, у которой тоже была одна комната в коммунальной квартире, в которой она жила на улице Кирова, теперь Мясницкой, дом 15. Это знаменитый дом с альбом. И на пятом этаже была огромная квартира, в которой жило 13 семей. Соответственно, 13, даже, может быть, 14 комнат, потому что одна семья имела две комнаты. Вот, была огромная кухня с четырьмя большими газовыми плитами. Было два туалета и одна ванна. Приходилось ходить в баню. Я прожил там с 49-го по 63-й год. Всю свою юность, пока я не женился. Причем, когда я женился, то Мария Ивановна Суровягина, светлая ей память, уступила нам с женой свою эту комнату и перешла жить к своей матушке, которая жила с ее сыном, тоже в одной комнате. И вот мы с моей женой жили в этой коммунальной квартире. Коммунальная квартира была очень добродушная, ну, хотя, как во всякой коммунальной квартире, там были свои течения и напряженности. Но меня, в общем, как ни странно, все любили. Особенно, когда оказалось, что я там стал каким-то лауреатом, ну, тут уже все, так сказали, гордиться тем, что у них живет лауреат международного конкурса. А рядом с комнатой Марии Ивановны была комната Лины Ивановны Савкевич. Такой очень пожилой дамы, у которой была близорукость минус 22. Она читала вот так вот. Но она знала много иностранных языков и была племянницей адмирала Макарова, знаменитого героя русско-японской войны. У нее был рояль Беккер, на котором никто не играл. И вот когда я уже проявил себя как достаточно подающей надежды, Лина Ивановна подарила мне этот рояль Беккера. Он не был очень высокого качества, к сожалению. Но очень был хорош для того, чтобы на нем играть упражнения и развивать свою технику. И этот рояль переехал в нашу 13-метровую комнату. Как он там поместился, я не знаю. Но во всяком случае, потом мы с моей женой там жили, и у нас родилась дочка, и все помещались. Ничего страшного. У меня не было комплекса. Я знал, что я приехал учиться. И что я должен учиться. В большом городе, конечно, очень много соблазнов и так далее. И вот я в своей чести, должен сказать, я их, в общем, избежал. Можно было и в плохую компанию попасть, и выпивать начинать, и курить начать. Я начинал курить, но мне это показалось неприятным. И тем более так, как все курили рядом, я решил, я курить не буду. Вот. Протест. А в городе я чувствовал себя достаточно хорошо, потому что я вставал в 7 утра и бежал в школу. Нужно было ехать на трамвае. Потом я ехал к своей родной тете. У нее была квартира с роялем, и она мне позволила у них заниматься. Там я занимался до тех пор, пока меня не выгоняли. А вечером я ехал в музыкальное училище на уроки и учился. Приезжал домой довольно поздно. Но от того, чтобы делать уроки, у меня времени не хватало. Я так по годе их делал. Просто времени не хватало на комплексы. Нужно было действовать. Тем более, что мой педагог, когда я был на первом курсе музыкального училища имени Ипполитова Иванова, Илья Романович Клячко, он мне очень много привил. Он, можно сказать, был моим отцом музыкальным. Он научил меня мыслить образами, мыслить, что музыка – это не только одни звуки, но это звуки, которые имеют цвет, вкус, запах и так далее. И Илья Романович мне сказал, «Так у тебя же плохая техника. На что ты можешь рассчитывать?» Я говорю, «А что я должен делать?» Он говорит, «Ну, вот, занимайся этюдами». Я взял этюды черни ОПС-740, их 50 штук, и за год выучил все, без педагогов. Я ему их не носил. Но это меня сильно двинуло. В Московскую консерваторию имени Чайковского приезжает учиться талантливая молодежь из всех республик страны. Это будущие певцы, музыканты, композиторы. Я пришел в консерваторию в 1953 году. Тогда консерватория была с огромным количеством корифеев. Должен сказать, что все профессора сидели в комиссии и принимали молодых музыкантов. Вот сейчас фортепианный факультет очень большой, поэтому многие, так сказать, хотят сидеть, многие не очень хотят, многие, так сказать, меняются и так далее. А тогда все сидели и все слушали. Александр Борисович Гильденвейнзер попросил меня сыграть. Там такая красивая фантазия, мощная, квазиорганная и очень трудная фуга. Александр Борисович сказал, сыграйте, пожалуйста, только фугу. Но начинать с фуги было неудобно. Потом я должен был играть сонату Моцарта сиби моль мажор, кхл-333, тоже всю. Сыграйте, пожалуйста, медленную часть. Для него было важно, как молодой абитуриент играет медленную часть сонаты Моцарта, где, собственно, там нечего играть, там очень все просто. Но это должно звучать, это должно быть с хорошим вкусом и так далее. Гильденвейнзер пришел к Лайберну после его победы. Он не был членом жюри, он уже был достаточно пожилой. И сказал, господь Бог дал мне долго жить, чтобы услышать вас. Конкурс имени Вен Клайберна был создан в Техасе, в городе Форт-Уорфе, в том, в котором родился Вен Клайберн, общественностью города. Вен Клайберн к нему не имел особого отношения, он, так сказать, был только иконой. Нужно сказать, что этот конкурс для нас с политической точки зрения был очень тяжелым. Потому что в 1962 году разразился кубинский кризис. Простые американцы принимали нас очень радушно и очень тепло. Но мы чувствовали все время какую-то настороженность со стороны официальных лиц. Естественно, конечно, тогда мы не могли высказывать ни своего мнения по этому вопросу, а наше мнение должно было соответствовать газете «Правда». Вот, и я помню, когда меня спросили об этом, я вынужден был сказать, что я, конечно, поддерживаю решение советского правительства. На что потом в прессе появилось заглавие «Откровенный пианист». Тогда нас вызывала Екатерина Алексеевна Фурцева, нам говорили привезти первую премию и так далее. Но на этом конкурсе первой премии не получилось. Среди блестящего жюри этого конкурса были какие-то совершенно неизвестные фамилии. Вот, и эти неизвестные фамилии, по всей видимости, там немножечко давили. Ну и, конечно, американцы хотели дать своему музыканту. Ральф Вотапек, очень такой аккуратный, профессиональный, хороший музыкант. Ему дали первую премию. У нас было тяжелое положение, потому что дирижер, который должен был дирижировать на финале, опаздывал из-за самолета. И нас заставили на всякий случай репетировать два концерта, Рапсодио Рахманинова и третий концерт Бетховена, с другим дирижером. Но дирижер прилетел в два часа дня и сказал, что он хочет репетировать. Нас тут же вызвали, и мы в два часа дня еще раз репетировали эту же самую программу. А вечером выступление. Вот, я не хочу сказать, что я устал и плохо играл, я играл хорошо. Но, конечно, в какой-то степени это было тяжелое испытание. Коле в этом смысле Петрову повезло, потому что он играл на следующий день, соответственно, у него была нормальная утренняя репетиция и нормальный вечерний концерт. И он играл третий концерт Прокофьева, который в общем, с точки зрения ансамбля, с оркестром, легче, чем Рапсодио Рахманинова. Ну, это я не хочу ни в коем случае не оправдываться. Я очень рад, что Коля, молодой Коля, который блестящий, играл в Дон Жуан, получил на этом конкурсе вторую премию, а я получил третью премию. Я жил в замечательной семье сэра Уилсона. У него была прелестная жена, которая была миломанша, очень заботилась о нас о всех. Приглашали и Колю, и Льва Николаевича Борина в том числе. Я помню, у них была замечательная домработница, кухарка, темнокожая женщина, такая полная, большая, которая меня обожала и готовила мне всякие вкусные вещи. Я помню, что мама моей хозяйки, которой было уже под 80 лет, очень пожилая дама, должна была меня отвезти, потому что у меня на следующий день был концерт, и должна была отвезти меня домой, чтобы я занимался. А там продолжался этот прием роскошный и так далее. Она сказала, ну, давайте я вас отвезу. Но я видел, как она пила вино, алкоголь. Я говорю, а как у вас насчет управления машиной? На что она сказала, ну, что вы, молодой человек, я вожу машину с конца прошлого века. Это была уже вторая половина 20-го. Вот так села за руль, так лико развернулась и отвезла меня в полной безопасности домой. Дирижеры. Мне, конечно, очень повезло. Первый свой концерт с оркестром, концерт Григо, я сыграл с Михаилом Никитичем Трианом. Михаил Никитич был очень требовательным музыкантом. Он очень серьезно занимался с учениками, кричал на них, уроды, чисто играть надо, и так далее. А потом или там... Контрабас, ну, настройте свой инструмент. Говорит, нет, выше. Нет, ниже. Ну, играйте, как хотите. СМЕХ А следующий свой концерт я играл с Геннадем Николаевичем Рождественским. С молодым. Мы играли первый концерт Рахманинова. Ну, что тут можно сказать? Геннадий Николаевич гениальный дирижер. Гениальный мастер с невероятной дирижерской техникой. Он может флейте показать все там 20 быстрых нот, которые флейте играет. И он показывает это пальцами как-то. С ним чрезвычайно удобно играть. Еще удобнее было играть с Кириллом Петровичем Кондрашным. Это был великий дирижер. Я только недавно узнал, что, оказывается, он был намного старше меня. Он 14-го года рождения. Он старше Рихтера и Гиллица. А в 50-х, 60-х годах и в 70-х годах я с ним играл. Это был маэстро молодой, талантливый, энергичный. Я помню, как мы играли сегодня на тему погонения Рахманинова на Рижском взморье во время лета. И было очень жарко, и мы репетировали очень тщательно. И вот он как-то так это играл, что я мог делать все, что я хотел. Вот эта знаменитая медленная вариация. Ла-ра-ри-ра-ром. Та-ра-ра-ром. И вот все, что хочешь, делаешь. Хочешь, рубата делаешь, хочешь, играешь ровно. Он за тобой идет. Я считаю, это большое счастье начать свою концертную карьеру. На Западе, я уже об этом говорил, на Варшавском фестивале молодежи и студентов. Я сыграл второй концерт Шупена с Евгением Федоровичем Светлановым. И впоследствии я играл с Светлановым и третий концерт Бетховена, и первый концерт Рахманинова. Во всяком случае, встреча со Светлановым это очень такой золотой фонд моей жизни. Когда я выучил второй концерт Шостаковича и сыграл его в Праге, то, естественно, это имело какой-то резонанс и в Москве. И в один прекрасный день мне позвонили и сказали, что Александр Васильевич Гаук хочет со мной сыграть второй концерт Шостаковича. Это был дивизион той старой школы, великий маэстро. Причем я помню, я жутко волновался на репетиции почему-то. И даже как-то что-то начал путаться. Он на меня так выразительно посмотрел, Александр Васильевич, что я сразу все вспомнил. И это был очень успешный концерт. И, по-моему, я ему понравился, потому что уже через несколько лет он меня пригласил сыграть с ним в Баку третий концерт Бетховена. Ему оставалось жить недолго, и у него была большая раковая опухоль на лице. И он очень плохо себя чувствовал. Но, несмотря на это, он отменил даже свои сольные выступления дирижерские, но третий концерт Бетховена мы с ним сыграли. Это был один из последних концертов в его жизни. С Константином Константиновичем Ивановым я тоже играл несколько раз. Константин Константинович Иванов очень долгое время был главным дирижером государственного оркестра. Он сам воспитал в себе абсолютный слух. Он очень тщательно занимался. Вот, предпожим, сегодня он посвящает весь день ноте до или там до мажору. Потом в следующий день он посвящает соль мажору. А потом он это сравнивает и пытается узнать, где до мажора, где соль мажор. Он всегда вызывал исполнителя к себе домой. Я садился за фортепиано, его жена садилась за второй рояль. И он дирижировал во время исполнения. Причем, так сказать, ждал указания. Здесь кларнет не то сыграл. Я... Кларнета нет. Ну, он, так сказать, предполагал, что это он может сказать. Бывали и курьезные случаи с дирижерами. Я помню, что я играл второй концерт Рахманинова в Будапеште. Дирижировал довольно пожилой человек, который, так сказать, с гордостью сказал мне, что он еще дирижировал Федору Шаляпину. И вот в середине второго концерта Рахманинова во второй части там есть очень такой большой пассаж в додиас-мажоре, где пианист играет, потом играет, так сказать, все так назад, и такие вот пассажи там... И оркестр должен вступить на четвертую долю. Вот как-то у него это не получалось. Он никак не мог ощутить, когда же ему надо вступить. На репетиции мы повторяли это раз 15, наверное. Я уже делал специфичные акценты, все, так далее, все. Ну, в конце концов, получилось. Он сказал, вот видите, вечером будет. Вот, вечером я играю этот пассаж, иду вниз, играю, тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры, и вступает. Тры-тры-тры-тры-тры-тры. Пум! После концерта он говорит, вот видите, как хорошо получилось. СМЕХ Когда стоишь в этом дворе, то чувствуешь, что ты стоишь дома. Я помню, когда сюда приехал Владимир Хоровиц, великий музыкант, которого мы никогда не слышали живьем, а знали по пластинкам. Он уехал из Советского Союза в 1927 году и приехал через 60 лет. Впечатление было, конечно, огромным. Сначала мы были на репетиции, потом мы были на концерте. И вот я помню первое впечатление, когда Владимир Александрович еле-еле вышел на сцену. Мы знали, что он человек пожилой, ему там где-то больше 80. Но никто не предполагал, что он будет играть как молодой человек. Приехал специальный рояль, который стоял под замком, и позволено было отпирать этот замок только его личному настройщику. Я помню, Артамонов, наш великий настройщик, тоже помогал в этом смысле. И вот первое впечатление – чудо. Вот он начал сонату скорлять медленную. И вот чудо звука. Никто так не звучал, как звучал Горубиц. И весь концерт был каким-то необычно новым для нас. Потом я послушал этот же концерт на телевидении. Ничего подобного. То же самое, что мы знали и раньше. Вот это различие концерта в жизни, концерта живого и концерта в механической записи – оно огромное. И поэтому я призываю – ходите на концерты. Меломан – это не ругательное слово, как кто-то однажды сказал, обругают еще меломаном. Вот. Меломан – это любитель музыки. Потому что музыка – это искусство, которое требует сопереживания, когда вы ее слушаете. И вы не можете есть суп и одновременно слушать музыку. И если ваш слух достаточно натренирован, вы начинаете следить за развитием драмы и движения. И получаете огромное наслаждение, которое очищает вашу душу, очищает вас от всех скорбных вещей, которые существуют в мире. Очень многие люди, которые не посвящены в классическую музыку, в чем-то бедны. Профессионалы слушают музыку несколько иначе, потому что они ее очень хорошо знают. Иногда даже играя ее лично, имея собственную трактовку, они сразу начинают эту собственную трактовку сравнивать с трактовкой исполнителя. Естественно, собственная трактовка нравится больше, поэтому они начинают критиковать. Я принадлежу к тем людям, которые страшно интересуются именно другими трактовками, чем моими. Свои я уже сделал, я их знаю. А мне страшно интересно, вот как другой читает эту же самую музыку. И я для себя очень часто нахожу очень много интересного. И я не стесняюсь воровать. Вот я считаю, что это совершенно возможно. Вот если мне понравилась какая-то интонация у Эмиля Гиличса или у Сафраницкого, и она подходит под тот, так сказать, сценарий, который я себе представляю в произведении, я спокойно этим пользуюсь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ я самого своего студенчества очень интересовался всей современной музыкой в 1967 году я выучил концерт Бриттена Бенджамин Бриттен замечательный английский композитор друг Рихтера и Ростроповича а у них есть замечательная запись сонатор пиджоне где Бриттен играет прекрасно на фортепиано написал в 39 году концерт для променад концертов в альберт холли в лондоне и вот были организованы променад концерты где музыка играла а публика ну них нельзя сказать что гуляла но могла войти посидеть посмотри послушать и уйти но тогда было очень трудно достать партитуру в смысле и она же был выписывать за валюту и это никто меня бы не разрешил и здесь я должен признаться в совершении преступления единственного преступления которое я совершил в своей жизни я выучил этот концерт и объявил его в Будапеште а в Будапеште была договоренность они взяли и выписали из Лондона эту партитуру вот приехав на репетицию я попросил репетицию партитуру познакомиться и сфотографировал конечно это очень трудно сфотографировать целую партитуру огромным большим количеством страниц не могу сказать что копии получились очень ясными и приехав в советский союз я значит договорился сначала в риге что я буду играть этот концерт у меня вышел компакт диск недавно именно с этим исполнением это была премьера в советском союзе и как сейчас помню это было 1 февраля 1967 года и играл в рижской филармонии с радиооркестром с дирижером эдгаром тонн сам я был на коне и был уверен что тоскать скорее я сыграю это в москве но приехав в москву через две недели я вдруг увидел афишу рихтер играет этот концерт а бриттен ему просто подарил эту партитуру никакой валюты было не нужно история продолжается дальше это фантастика я приезжаю уже в ригу в другую страну пришли какие-то господа из радио это вы знаете у нас есть запись вы играете концерт бриттена я говорю не может быть я же помню это исполнение и это было уже 40 лет назад или там я не знаю 35 лет назад этот концерт выпущен в компакт-диске одновременно с концертом шнитке для фортепиано и струнных дело в том что альфред гаревич был моим соучеником мы вместе учились московской консерватории на первом курсе в 1953 году и вместе ходили на лекции по марксизму ленинизму вот и так сказать я тогда даже не мог вообразить что этот приятный молодой человек станет гениальным и великим композитором 20 века но время шло 60-е годы и шнитке начал писать очень интересную музыку многие знают что тогда так сказать это воспринималось очень негативно со стороны официальных музыкальных так сказать властей это война была тяжелой для бедных молодых композиторов и вот эта знаменитая тройка соня губайдульна эдисон денисов и альфред шнитке подвергались так сказать большим большим критическим атакам их сочинения запрещались не игрались и так далее шло время и альфред гаревич написал фортепианный концерт первым исполнителем которого был володя крайне я тоже увлекся этой музыкой и тоже ее выучил я поехал в будапешт и будапеште был фестиваль посвященный современной музыки и я с огромной радостью играл этот концерт с мишкольским камерным оркестром этот концерт тоже был записан радио мне подарили маленькую кассету но профессиональной записи она у меня пролежала 20 лет и вот когда появилась возможность выпустить концерт бриттона я добавил туда концерт с нитки это тоже живое исполнение но я эту запись очень люблю вот история с композиторами но она не полностью потому что есть еще эдисон денисов я еще музыкальном училище познакомился с галей григорьевой ныне профессора московской консерватории галей григорьевой и не скрою что я за ней очень ухаживал мне она ужасно нравилась но потом я узнал что она вышла замуж за эдисона денисова не сон денисов был молодой композитор который учился московской консерватории а до этого кончил математический факультет томского университета то есть он был блестящий математик и он мне посвятил свои богатели я очень горд этим обстоятельствам эти богатели я играл и был первым исполнителем есть и ноты напечатаны к посвящению михаилу воскресенскому и я их иногда играю своих концертах должен сказать что мы очень подружились я бывал у них дома я помню когда родились у них сын и дочка и у меня в это время тоже родились две дочки и мы вместе с моей женой были у нее в гостях а моя семья очень тесно была связана с семьей дочери александра николаевича скрябина великого русского композитора елены александровны сафраницкой первой супруги вадима владимирович сафраницкого мы очень дружились с еленой александровны которая была значительно старше меня и моей жены она была девятисотого года рождения вот и незадолго до смерти она сказала мишенька возьмите вот это зеркало к себе в дом это зеркало моей бабушки то есть матери александра николаевича скрябина это старинное зеркало такой барочного типа и должен сказать что это самый самая лучшая реликвия моего дома потому что она в превосходном состоянии это музейная вещь и я когда в него смотрю я думаю не смотрит ли на меня оттуда александр николаевич скрябин а а а а а а и а а а Вот я сейчас сижу за роялем, клавишей которого касались руки великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Это вот благороднейшая идея идеалиста, музыканта, желающего изменить мир при помощи искусства, при помощи музыки. Я преклоняюсь перед идеями Скрябина. Музыка Скрябина очень свободная. Она основана на человеческих чувствах, которые не поддаются контролю и не поддаются измерению при помощи компьютера или какого-то калькулятора. Я преподаю уже больше 30 лет в музыкальном университете, который называется Тохо. В одном Токио 14 консерваторий. Куда они девают своих выпускников, остается тайной. Но действительно очень много народу хочет посвятить себя музыке и чрезвычайно тщательно занимаются. Я к жизни призываю вас, скрытые стремления, Вы, тонувшие в темных глубинах духотворящих, Вы боязливые в жизни зародыши, Вам верстновения я приношу. Этот эпиграф Скрябин взял из своей поэмы «Экстаза» и его собственные слова. И написал пятый срок. Начало. «Алегра импетуоза констраваганца». Благодарим вас как? Благодарим вас как? Благодарю вас. Благодарю вас. Дай мне больше. С педалью. Педаль. 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 Меня очень интересует этот район мира, в котором музыка развивается семимильными шагами. Я помню, когда я впервые приехал в Японию, и у меня было много очень учеников, и когда я увлекался, я говорил, ну ты послушай эту музыку, это же как восход солнца. На меня смотрели тупым взглядом и говорили, а как? То есть громче или тише? Ну, понимаете, так что вот такое сравнение довольно тонкое, но действительно, а как играть восход солнца? Это очень трудно объяснить. А вот как ассоциация внутри, для русского человека это понятно, а для японца совершенно непонятно. Когда я уже приехал через 10 лет в Японию, я уже мог сказать про характер музыки эмоциональной, музыки напрягающейся, музыки увлекающейся, музыки признания в любви от мужчины к женщине или наоборот. Вот. И они меня понимали, что я хочу. Вот это было большим достижением для меня. И вот мне представляется, что здесь к какой-то степени уже освобожденность духа есть. Потому что полет происходит очень легко, необычайно освобожденно. Они уже сейчас составляют очень серьезную конкуренцию, потому что с точки зрения профессиональной они играют лучше всех. Они умеют заниматься. Если нужно выучить, то они выучивают. Вот на моих уроках в Японии, если я что-то говорю, на второй урок было все сделано, абсолютно все. Другое дело, что это было сделано с той мерой таланта и понимания, какой был у ученика. Но они делали все, что я сказал. У меня всегда были очень хорошие переводчики. Мацуока-сан была такая полная дама. Прекрасно владела русским языком. Вот, к сожалению, она была не музыкантом. Но и когда я говорил там, предположим, фа диез мажор или что там, аллегра со стынуто, она кидалась в словарь и начинала судорожно смотреть эти слова и, так сказать, урок останавливался. Но я ее останавливал и говорил, что она же со стынуто, это по-японски так и говорю, как это по-японски. Империозу происходит это слово император. Империозу, император. Повелитель. Повелитель. Папапара. А тебе не хватает сил? А это два часа, а это снятие, да, снятие. Все подданные дрожат. Однажды я говорил о том, что нужно играть какой-то ноктюру, но очень нежно, и вдруг слышу перевод я саши, то есть легко. Я говорю, вы неправильно сказали, я не говорил, что это легко. Я говорил, что нужно играть нежно. На что мне переводчица сказала, а по-японски то и другое одинаково. Я был посрамлен. Но должен сказать, что это играет очень большую роль, потому что всегда нужно отметить, что такое нежно, что такое легко. О, это разные вещи. Извините, я забыл. Кио-хей! Здравствуй! Сегодня в консерватории в 16.30 класс, не знаю, класс, не знаю. А я тебе что, историю партии коммунистической преподаю, что ли? Что я тебе преподаю? Специальность. Вакаре МСК. А? Анатова. Рапсоди Рахманинов. Хиккигбас. Сеонаро. Хай. Педагогика – очень тонкая вещь. Вы много требуете, а ученик иногда делает это больше, чем нужно. То есть немножечко преувеличивает и получается искусственно. Вам приходится на следующем уроке все это дело, да, так сказать, спустить на тормоза. Он говорит, а вы же мне только что говорили другое. Вот в том-то и дело, что тогда говорю другое, а сейчас говорю совсем иное. Вот в этом, так сказать, прелесть искусства. От гения до бездарности – один шаг. И вот все мы, талантливые и не очень талантливые, и способные находимся в этом шаге. Я жутко нервничаю, когда я выхожу на эстраду, но когда я знаю, что я готов, я пытаюсь... Ну, конечно, нельзя никогда сказать с полной уверенностью, что вы готовы. Неизвестно, что произойдет на эстраде. Это совершенно терра инкогнито. Вот. А когда я чувствую, что, в общем-то, я готов высказать все, что я хочу сказать, я стараюсь себя успокоить, что великие композиторы обо мне в этот момент не думали, когда писали эту музыку. А они думали о этой музыкальной фразе, об этом музыкальном образе, который мне тоже близок, о котором я сейчас буду разговаривать. И это несколько успокаивает. Хотя, конечно, нервность остается. Но я еще больше нервничаю, когда играют мои ученики. Я помню, когда Станислав Иголинский играл на конкурсе Чайковского, я был молодым доцентом в 1974 году. Я сидел в директорской ложе, он играл тоже сонату Шуберта, цемоль, и тогда это произвело очень сильное впечатление. И неожиданно я вдруг почувствовал, что у меня бьется сердце. Я взял свое запястье и измерил пульс. Пульс был 180. Такой пульс не бывает. Вот что значит волнение. И я продолжаю, к сожалению, очень нервничать, когда играют мои талантливые ученики. Когда играют не очень талантливые ученики, и я знаю, что будет в исполнении, я довольно спокоен. А вот когда играют настоящие таланты, а у меня, к счастью, их довольно много, вот я жутко нервничаю. Я нервничаю гораздо больше, чем когда я играю сам. Это очень странно, наверное. Надо как-то отвлекаться. Но вот хочется помочь. И ушла. Дойти до соль диазати. Сейчас еще больше. И это кульминация. И это кульминация. Браво. Почему я сказал браво? Потому что группе это 6 нот или 7 нот в одно и то же время, когда была только всего лишь одна восьмушка, создадут крещенно, неминуемое. Поэтому их нужно играть очень тихо и очень ласково. И ты как... Очень сыграл музыкально. Какая благодать! С самого детства я восхищался фотографией. Но когда появилось видео, я, конечно, одним из первых приобрел видеокамеру. Они тогда были очень большие, довольно тяжелые. И увлекательно начал заниматься этим делом. Я снимал не только пейзажи, я снимал крупные планы лиц. Конечно, получалась и хроника семейной жизни, и какие-то застолья, и какие-то приятные встречи. История моей семьи тоже не без трагедий. Может быть, не таких страшных, какие были в 30-х годах. Но в жизни все бывает. Мы провели очень счастливые годы с моей женой, которая всегда была моим другом, всегда была моим советчиком. И хотя она была архитектором, и в свое время не закончила музыкальную школу, она ее бросила, но у нее был абсолютный слух. И она, например, могла просвистеть всю пятую симфонию Шостаковича на память. И пропеть. Я, например, этого не могу. У нас родилось трое детей. Маша, Катя и Саша. И все было бы неплохо. А в 94-м году моя дочь Катя вместе со своим мужем, довольно известным велончелистом сейчас, Александром Князевым, гастролировала в Южной Африке. И они попали в катастрофу, в которой Князев был ранен, а она погибла. Ну как, мам? Вы сильная судьба. Вам что? Ну как? Спасибо. Конечно, эта трагедия очень сильно отразилась на всей моей жизни. Я думаю, что она свела в раннюю могилу мою жену, которая переживала это, конечно, очень сильно, но так как была очень сильной женщиной, она никогда в жизни ни одной слезинкой никому не показала, как она страдает. вообще, мне кажется, что настоящая музыка рождается все-таки в не очень счастливых биографиях. Франц Шуберт писал, что даже солнце не светит, тепло. Он был очень пессимистически настроенным. И, несмотря на это, его музыка светла, правда, печальна, иногда трагична, но очень просветленная. Ее дает очень много нам, потомкам, очень много чувств, которыми можно наслаждаться, которые помогают жить. У меня очень хорошая семья, так сказать, мои наследники. Но когда мне говорят, ну, у вас же восемь внуков, у меня не только восемь внуков, у меня еще четыре правнука, и старшему из них уже будет тринадцать лет. Но это не компенсирует тех потерь, которые понесла моя семья. Ни в коем случае. Я веселый человек. Я, в общем, оптимист. Знаете, что Чайковский был оптимистом? Почему-то все считают, что он писал грустную музыку и был пессимист и написал в симфонию о своей смерти. Ничего подобного. Шестая симфония не написана о собственной смерти. Он об этом сказал своей племяннице после исполнения Шестой симфонии. Он сказал финал о смерти, но не о моей смерти. Я еще полный сил, ему было всего 53 года, и я собираюсь создать еще много других хороших сочинений. Вот, несмотря на то, что мне не 53 года, а значительно больше, я все-таки продолжаю быть оптимистом. Я очень люблю жизнь, я очень люблю природу, все, что окружает меня. Вот, люди, семья. Но, конечно, самое главное в моей жизни стала музыка. Четыре года я сел за фортепиано, у меня мама моя показала ноты и сказала, играй, что хочешь. Я начал сочинять «Бурю на море». Я жил в Севастополе и очень любил море, и до сих пор люблю очень море. И вот с тех пор, как я сочинил «Бурю на море» до сегодняшнего дня, я не перестаю любить этот инструмент, фортепиано. это моя жизнь. Я здесь стараюсь выразить все свои желания, все свои надежды, все свои представления о жизни, о добре, о зле и о том, как надо жить, и стараюсь сыграть, как это нужно играть. «Бурю на море» «Бурю на море» »